Всем привет! Сегодня 29 июня и я решил записать видео и проверить какой стал запас хода на моем электроскутере после замены на литьевую батарею 80 Ач. В принципе я уже примерно знаю какой запас хода у электроскутера, так как от дома до работы я проезжал 11 км и батарея падала на 5 Ач. Следовательно можно сделать вывод, что емкость батареи 80 Ач делим на 5, получаем 16 раз можно проехать по 11 км, умножаем и получается 176 км. Можно будет проехать на полном заряде емкостью батареи 80 Ач. Вот он мой электроскутер М95 на InBot. Для контроля мне понадобится приложение в WeChat с привязкой к батарее. Это приложение батареи. Здесь указана емкость батареи 80 Ач, полностью заряжен он сейчас, вот только что упал на 0,1, так как он включен и включена подсветка и динамики. Следующее приложение, которое мне понадобится, это официальное приложение от Ninebot, где указан пробег. Сейчас это 4391 км. Сегодня вот 29 июня, сейчас 18.40. Сразу хочу сказать, что у меня установлены мощные фары на 80 Вт, которые я использую вечером-ночью. Затем музыка установлена и я слушаю ее постоянно, когда еду на всю громкость. Затем, ну тут разная подсветка, это по мелочи, в принципе она не такая затратная. И спидометр новый, но он тоже не затратный. В общем, в конце каждого дня буду подводить небольшие итоги. Сколько я проехал и сколько потратил. Давайте покажу вам, как стал выглядеть электроскутер после небольшого тюнинга. Заменил, значит, дисплей. Потом функционал покажу позже. Затем пластик под карбон. Вот эту голову полностью заменил. Вот этот пластик тоже под карбон заменил. Вот этот пластик тоже под карбон. И вот этот. Затем установил динамики. Два спереди, высокие частоты. Два сбоку тоже 3 дюймовых, это средние частоты. И два динамика по 4 дюйма, это низкие частоты. С той стороны аналогично. Итого 6 динамиков. Мощность, я не помню сколько там, 60 или 80 ватт. Затем установил вот такое вот крыло под карбон тоже. Вот этот тоже накладки карбоновые установил. Вот эти старые крепления можно снять. Ну, я оставил их пока. Затем, что еще? Заменил стоп-фонарь. Здесь можно менять разные режимы. Я вам продемонстрирую чуть позже на телефоне. Затем установил заднюю камеру. Датчик слепых зон. Тоже все работает, все настроил. Затем здесь заменил основную фару. Она мощнее родной. Где-то на, ну, раза 5 точно. Очень ярко ночью светит. Покажу тоже. Светят сразу 3 светодиода вместо одного центрального. И я затонировал пленку темную. Поэтому ночью не так ярко. Ну, чуть слабее светит. Без пленки очень ярко светит. Затем заменил вот эти поворотники 2. Здесь есть функция вот такая вот подсветки. Как дыхало подсвечивается. При включении поворотников они, ну, обычно моргают. Еще установил вот такую вот металлическую защиту. Тоже прикольно смотрится. Камера спереди также установлена. Давайте посмотрим функционал. На дисплее установлен датчик света. Он сейчас затемнился. Поэтому не так сильно видно. Давайте посмотрим. Меню. Здесь подключение. Можно Bluetooth, Wi-Fi подключиться. Сейчас подключено это все. Затем. Это камеры. Разрешение 1080p. Так, это передняя камера. Вот это задняя камера. Ну, качество довольно хорошее. Затем музыка. Отображается проигрываемая музыка на телефоне. Затем. А, еще датчики TPMS у меня есть. Сейчас отображается 2 и 3 бара спереди. И 2,5 бар сзади. И температура воздуха внутри. Вот они эти датчики TPMS. Подключаются по Bluetooth. Все работает. Затем. Это что у нас? А, вот как раз яркость спидометра. Дисплея точнее. Вот давайте я поставил дневной, чтобы был как. Потом обратно поставлю авто. Язык английский и китайский есть. Dashcam. Дисплей, камера, настройка. Тут, короче, можно менять камера, как будет отображаться. Затем формат кодирования. 264 стоит. Дисплей фронтальный. А, это камера. Приоритет, короче. Это что у нас? Запись видео по одной минуте установлена. Микрофон тоже включен. Видео регистратора. Видео. Короче, баланс. Тут настройка камер. Форматирование тоже есть. Память здесь я не знаю на сколько. Не знаю. Где-то видел, не помню где. Ну, точно около 30, точно есть гигабайт. Дисплей отображает сам спидометр. При превышении 80 километров загорается тут такая красная линия. Ну, прикольно отображается. Микрофон указан. Здесь разные значки есть. ТПМС, там такие. Так. Тут при выставлении подножки тоже индикатор загорается. Затем пробег. 158 с новым дисплеем этим. Время в пути 0.28. Сейчас я просто стою. Скорость и расстояние, которое я проехал. Вот они все приложения, которые мне нужны для управления. Это спидометром. Затем это Ninebot официальное. Это эти ТПМС датчики, всякие камеры. Это LED-подсветка. Светодиоды все. Фары. Стоп-фонарь. И вот это боковая подсветка тоже. Давайте, например, включу. Это у нас за что отвечает. Это отвечает за вот эти боковые поворотники. Давайте вот сейчас. Зеленый цвет вот появился. Красный цвет. Кстати, если подсветка от одного приложения, то она работает в связке. Можно привязать, чтобы работала. Вот, допустим, поворотники у меня сейчас подключены и боковая подсветка. Я вот нажимаю, меняю цвет на желтый и меняется желтый цвет. Очень много режимов работы. Около 200 режимов. Это очень много. Можно любой выбрать. Вон, бегучая строчка. Там моргание всякое. Боковую подсветку я обычно выбираю, чтобы работала под музыку. Есть встроенный микрофон и чем громче, тем дальше она прыгает. Вообще режимы разные есть. Второе приложение, это уже другое. Отвечает за подсветку вот этой Dehoa фары. Вот я нажимаю. Красный цвет, зеленый цвет, синий. Всего 7 цветов обычно. Можно также настроить режим работы. Сейчас он переключается сам автоматически. Тоже под музыку можно сделать, чтобы переключался. Очень много режимов. Вот 7 цветов, допустим. Можно оставить постоянный. Можно вообще отключить его. Вот оно, последнее приложение, которое отвечает за работу стоп-фонарей. Давайте вот тоже разные режимы здесь есть. Зеленый цвет, красный цвет, синий цвет. Можете обратить внимание, переключается голубой, желтый, белый. Также есть разные режимы. Под музыку может работать режимы. Вот тоже всякие разные. Очень много режимов. Можно выбрать любой на свой вкус. Вот боковую подсветку. Можно выбрать режим работы, как вы видите. Мне нравится вот это вот. Вот, 11-я. Сейчас давайте включу рандомную музыку без авторских прав, чтобы видео не заблокировали. И посмотрим, как работает музыка и подсветка. Так, вот включил музыку. Как вы видите, полоса прыгает от громкости. Давайте сейчас отойду вон туда подальше и включу на всю громкость. Послушаем, как будет слышно. Так, отошел вот примерно на 20 метров на открытом поле. Связь немного теряется, так как здесь много людей. Давайте попробую включить. Связь теряется. Музыка не такая громкая еще. Давай, я тебе ближе подойду. Сейчас попробую с помощью дистанционного пульта включить музыку и отойду подальше. Здесь метров 30 где-то. Давайте проверим, будет работать или нет. Да, работает, слышу, громкость прибавилась. Музыка, кстати, можно управлять через проводной пульт. Здесь плюс, минус, назад, вперед и кнопка пуск и выключение. Также есть дистанционный пульт. То же самое здесь. Вот брелок от сигнализации, просто перепрошили на музыку. Все работает. Как вам мой такой небольшой тюнинг? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Сейчас не так сильно темно. Давайте покажу сейчас ближний свет. Затем дальний свет. Это улучшенные фары, которые... И вот та функция при нажатии сигнала. Моргают дополнительные фонари. Полезная штука. Привлекает внимание на дороге. Если, допустим, чтобы обратили внимание. Не только сигнал, но и световой еще будет. Давайте еще включу дополнительные фонари, которые установлены на колесах. Это ближний свет. Дальний свет. Сразу ближний и дальний. По 50% в свете. Стробоскоп. И второй режим стробоскопа. Когда нет звука, то боковая полоса горит голубым цветом. Когда есть музыка, звук, а эта полоса прыгает. Давайте сейчас все-таки растонирую фару и посмотрим. Яркость должна увеличиться. Но днем с тонированными фарами красивее смотрится темный цвет. Давайте вот сейчас даже отключу. Вот отключил фары. И фара сама такая темно-черного цвета. Красиво смотрится. Но давайте я ее сейчас растонирую. Посмотрим яркость какая будет. Но я заметил то, что яркость упала. Отклеиваю. Смотрим на стену. Вот половина очень яркая светит, вторая нет. Все-таки да, с тонировкой вот тусклей. Так намного ярче. И я даже заметил, когда я включаю дополнительные фонари, то без тонировки их даже не видно на фоне основных фар. Когда тонировка есть, при включении дополнительных фонарей, их видно, ну довольно заметно их. И вот я вживую смотрю и намного ярче. Два-три раза светит без тонировки. Поэтому все-таки я ее сниму, чтобы ярче светила. Вот она, эта темная тонировка. Но качество пленки хорошее. Мне все-таки важна яркость, поэтому я снял тонировку. Я аж не просто так эту фару менял на мощную, чтобы ночью и вечером хорошо светило дорогу. Сейчас еще немного стемнело. Давайте посмотрим после снятия тонировки. Это ближний свет, дальний свет. Намного ярче, да? Напишите в комментариях. Очень ярко светит сейчас. Давайте дополнительные включу, их даже не видно будет. Вот, нажимаю. Нет, видно все-таки. Ну, не так хорошо, как светят основные фары. Я ими даже не пользуюсь сейчас. А когда не было у меня основных фар, когда стояли родные фары, то я их даже не включал, а включал дополнительные фонари, так как они были ярче от этих родных фар. Родные фары светят довольно так тускло. Ничего не видно ночью. Вот эта замененная фара сейчас светит намного ярче родных, где-то в раза пять точно. На улице сейчас полная темнота. Давайте посмотрим, как светят ближний свет и дальний. Ближний свет. Дальний свет. Давайте поморгаю дальним просто. Ближний свет совсем не слепит встречных, так как пучок направлен на землю. Есть видно даже границу. Давайте дополнительные фонари включу. Но они не так ярко светят. Хотя тоже хорошо светят. Как вам новый свет? Напишите в комментариях под видео. О, очень ярко светит. Давайте покажу вам новое зарядное устройство, которым я заряжаю сейчас свою батарею литьевую на 80 ампер. Здесь, значит, 72 вольт, 10 ампер. Мощность 640 ватт. Выходное напряжение 87.6 вольт. Зарядной ток 10 ампер. Старая зарядка получается 72 вольт. Выходное напряжение 88.2 вольт. И зарядной ток 4 ампер. Получается новая зарядка в два раза мощней. И по размерам она чуть больше. Давайте вам покажу. Вчера я заряжал свой электроскутер. Поставил его вечером на зарядку. И он полностью был севший. От нуля, получается, до 80 ампер часов. Он зарядился за 9 часов 18 минут. Так, мощность 629 ватт была. И стоимость полтора юаня за один час зарядки. Итого вышло 14 юаней за полную зарядку. Ну, зарядка, кстати, дорогая. Так она вообще дешевле стоит. Заряжал это я на специальные станции. И там тариф дороже. Если заряжать в бытовых условиях, то максимум где-то 5 юаней выйдет. По этим данным можно сделать вывод, то что за один час набирается 9 ампер часов. И этого хватит на 20 километров где-то. Итого 80 ампер часов хватает на... Ну, примерно 180 километров должно хватать. Сейчас я записываю видео. Тестирую, какой будет запас хода на полном заряде. На днях будет уже известно. Так, приехал с работы домой. Сейчас пробег 4406 километров. Потрачено 6.7 ампер часов. Остаток 73.3 ампер часов. 93% осталось. Проехал я примерно 14 километров я накатал. Вчера выезжал только из дома в магазин и обратно. Сегодня уже третий день без подзарядки. И сейчас зафиксируем новые значения. И я поеду на работу. Сегодня 1 июля. Фиксируем, значит, новые значения. Это остаточная емкость 70.3 ампер часов. Затем заходим, смотрим пробег. 4414.6 километров. Ради интереса сейчас на электроскутеры поеду не через город, а в объездную по прямой дороге на максималке. Думаю, смогу разогнаться и ехать на постоянной основе где-то 70-80 километров в час. По карте показывается 11 километров нужно проехать. И вот она эта дорога прямая, объездная. Я обычно ездил по городу. Сейчас проверим, сколько потратится емкость. Только что доехал до работы. Проехал 11.4 километра. Сейчас пробег 4426 километров. Остаточная емкость 64.9 ампер часов. Вот он мой маршрут, только что который проезжал. Максимальная скорость была 83.9 километров в час. Я обычно ехал под 60. 60, 70, 80 было. По дороге на работу встретил точно такой же электроскутер Ninebot M95C. И он меня обогнал. Я ехал примерно со скоростью 80 километров в час. Он скорее всего 90-100 ехал. У него чуть помощней. Либо контролер другой, либо мотор-клесо. Я особо не разглядывал. Только что вернулся домой. Остаточная емкость 57.1 ампер часов. Пробег. О, красивые цифры. Все четверки. 4444 километра. Сегодня уже конец четвертого дня. Накатал сегодня 23.6 километров. Остаточная емкость батареи 47.1 ампер часов. Сегодня 3 июля. Вернулся домой пораньше. Остаточная емкость батареи 36.2 ампер часов. 45% осталось. Затем, сегодня проехал я 22.8 километров. Пробег сейчас 4491.3 километра. Сегодня 4 июля. Вернулся домой. Давайте смотреть. Остаточная емкость 23.6 ампер часов. 28%. Пробег 4519.7 километров. Я постоянно езжу на максималках. Как вы можете увидеть, скорость максимально 70, 80, 80, 88, 69, 90, 83 километра в час. В общем, я катаюсь в обычном режиме, не ограничивая в скорости. Сегодня 5 июля. Емкость батареи 23.5 ампер часов. Если я не ошибаюсь, то это уже шестой день без подзарядки. Сегодня постараюсь подольше покататься, чтобы посадить батарею. Мой прогноз, то что этой емкости хватит на 40 километров еще примерно. Сегодня проехал 17.4 километра. Емкость осталась 7.6 ампер часов. 7%. Сейчас поеду домой. Ехать примерно 11 километров. Думаю, смогу доехать. Посмотрим. А, и, кстати, потом как раз подведу итог. Вот теперь я могу подвести итог. Не смог я доехать до дома на том запасе. Проехал я всего лишь 4.4 километра. Потратил 15 минут. Остановился вот тут у дороги. Повезло то, что здесь есть розетки, с помощью которых можно зарядить электроскутер. Здесь просто нужно отсканировать QR-код и через Вичат оплатить деньги и будет заряжаться электроскутер. Вот стоит на зарядке сейчас. Батарея полностью села. Электричество полностью отключилось. Остановился прям на дороге. Повезло то, что я в первом двору зашел посмотреть, есть ли тут зарядки. И оказалось то, что есть розетки. Повезло. А так бы пришлось еще и катить. Давайте подведу итог. Когда я начинал замер на полном заряде, пробег был 4391. Сейчас пробег 4541.5 километров. Пока стою, жду, когда подзарядится электроскутер. Давайте подведу итог. На емкости батареи 80 Ач я смог проехать ровно 150 километров. Это при том, что у меня замененный контроллер. И я ездил на максималках. Вообще не ограничивался в скорости. Плюс вечером использовал мощные фары. 85 ватт у меня. И постоянно при езде слушал музыку на всю. Это 4 динамика по 60 ватт. Итого 240 ватт. В моем случае 150 километров это очень хорошо. Я могу с работы домой ездить каждый день примерно неделю. Заряжаюсь уже почти 50 минут. Потрачено 0,73 юаня. Меньше 1 юаня. Это примерно 10 рублей. И мощность зарядки 641 ватт. Думаю смогу доехать до дома. Если вам понравилось это видео, то пожалуйста поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.